Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! Парламент Чехии провозгласил фашистскую Россию террористическим государством. Ну, ей-богу! А всегда ли фашисты являются террористами? В общем, да, в большинстве случаев, конечно, да. В случае России однозначно, да. Страна абсолютно фашистская, нацистская и террористическая страна во главе с фашистско-нацистско-террористическим паханом Путиным. И Чехия это очень четко признала. Но, надо сказать, что Чехия это сделала не первой. Началась с Латвии и Литвы, если я не ошибаюсь. Чуть попозже присоединились Эстония и Польша. И вот теперь Чехия. Все парламенты этих стран, ну, в случае Чехии, у них за подобные вопросы отвечает Международный комитет Нижней Палаты. Так вот, он проголосовал большинством 12 из 14. Ну, у них таков порядок в Чехии. И, собственно говоря, Чехия присоединилась, официально присоединилась к тем странам, которые признали московский режим террористическим ранее. Что в этом всем характерно, посмотрите. Рашистов и их бандитский режим признают террористами прежде всего те страны, которые граничат с ними. Что совершенно очевидно, да? Потому что вот все вот эти страны, которые ограничат с фашистской террористической Россией, они просто знают, что такое фашистская террористическая Россия. И им не надо это рассказывать, пересказывать. У них мама и папа жили при вот этой гадости. И они сейчас прекрасно знают, что, не дай бог, что-то происходит с Украиной, они будут следующими, бомбы посыпятся на них на следующий день. Поэтому-то они так и признают, очень четко и понятно. За что им огромное спасибо. Кстати, Украине тоже, я не знаю, мы уже признали, не признали, так называемую Россию фашистской, террористической и так далее. Ну, фашистской не надо признавать, она и есть фашистская. А вот террористическим режим надо признавать. Так вот, с моей точки зрения, если, я не знаю, украинский парламент уже голосовал на эту тему или нет, но если не голосовал, это надо необходимо немедленно исправить и проголосовать за то, что московский режим является террористическим, как и все государство. Слава Украине!